На канале Игровой Историк в Ютубе стали выходить очень качественные видео о войнах Рима и Карфагена. Рекомендую всем посмотреть эти видео и канал в целом. Там найдете очень много полезной информации по настольным военным играм. Автор переводит иностранные правила на русский язык. Показывает пример игр, делает дополнение к играм, тем самым улучшая их качество. Проводит настольные варгеймы с товарищами. Заходите, будет интересно. После посещения группы Игрового Историка мне захотелось сделать несколько моделей на тему Пунических Войн. К тому же у меня есть несколько наборов покрашенных миниатюр в 72 масштабе по данной тематике. А тут еще Игровой Историк сообщил, что Звезда стала перевыпускать части старых больших наборов в 72 масштабе. В том числе и Карфагенян. Я решил подкупить Карфагенян от Звезды. Это можно сделать следующим образом. Заходим в группу ВКонтакте. Магазин «Звезда Хобби». Просматриваем ленту сообщений. Вот объявление о перевыпуске карфагенской пехоты. Идем в начало. Проходим по ссылкам. Выбираем фигуры. Листаем каталог. Мы видим, какие наборы можно приобрести в магазине. В каталоге нет карфагенской пехоты. Странно, но мы знаем, что ее перевыпускают. Звоним по этому телефону и уточняем наличие товара. Товар есть. Отлично. Заказываем. Прибыл заказ в хорошей упаковке. Повреждений нет. Можете все видеть сами. Заказал два набора карфагенян, так как они отлично подходят для конверсии различных восточных армий. Например, персов, евреев. То есть, всех тех, у кого были рубахи с длинными рукавами и конические шлемы. Коробка в хорошем состоянии. Не мятая. Бокс-арт на высоком звездовском уровне. Сзади на коробке показано, что находится внутри. Мы видим фигурки воинов в раскрашенном виде. У каждой фигурки есть надпись, указывающая количество этих фигурок в наборе. Перед нами открытый набор. Мы видим прекрасные фигурки высочайшего качества исполнения. Реальные, без преувеличения. Мировой уровень. Историческая достоверность и литье заслуживают только похвал. Я решил сделать конверсии вот этих фигурок. Это ливийские застрельщики Ганнибала. Самой боеспособной частью армии Карфагена были ливофиникийцы. Это смешанное население из африканских племен и финикийцев. В древних источниках порой упоминаются ливийцы отдельно от финикийцев, то есть карфагенян. Дискуссии в научной среде идут, и ответить на этот вопрос, кто такие ливийцы и чем они отличаются от ливофиникийцев, довольно сложно. Будем исходить из того, что ливофиникийцы – это местное ливийское население, перенявшее традиции карфагенян в культуре, религии и влившееся в их общество. Ливийцы – это те, кто во многом сохранил свои древние обычаи. На ливийцев оказывали сильное влияние египтяне, а также греки и скиринаики. Племен ливийцев было много, даже сейчас в современной Ливии 140 племен, а древние ливийцы заселяли большую часть Северной Африки. Эти племена были европеоидами. Перед вами карта расселения ливийских племен. В синим отмечены ливийцы. В красном – другие народы. В черном – крупные города. Мы остановимся лишь на четырех племенах – Махлии, Овсеи, Максии, Агермохиды. Эти народы поставляли в карфаген наемников. Я решил сделать небольшую ливийскую армию. Каждый народ будет представлен шестью пешими фигурками, а Агермохиды будут иметь еще и кавалерию. Смотрите продолжение на моем канале. Будет интересно. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин